как начнется это видео друзья обязательно подписывайтесь на наш инстаграм на мой на айхана и на instagram об алании мой вы знаете он находится в описании айхана instagram называется айхан чатинкай и алания турция в моих подписках все эти инстаграмы есть поэтому подписывайтесь на instagram там всегда много всего полезного и интересного ну а сейчас очень важное видео про больницы а сейчас важное видео про больницы всем привет дорогие друзья сегодня мы находимся с нами в государственной больнице алании и по поводу здравоохранения у многих возникают вопросы как обращаться в больницу с какими страховками больницы в алании работают и так далее поскольку больницы снимать нужно с разрешением я постараюсь снять немножко внутри и снаружи но видео из больницы когда вы посещали больницу как частную как и государственную смотрите в описании так вот государственная больница алании была открыта в 2017 году новая больница сейчас в этой больнице работает 1200 врачей и медперсонала и 500 койко мест для больных за последние два года больницу обратилась более миллиона человек но конечно же вас всех волнует каким образом можно воспользоваться больницей вы не должны забывать что в турции существуют государственные больницы и частные больницы поэтому обязательно думайте о страховке в каком качестве вы находитесь в курсе если вы обычный турист или человек который приехал сюда проживать у которого есть вид на жительство так в этом видео я вам подробно расскажу о государственных больницах частных для людей с видом на жительство и для туристов сегодня мы приехали в эту больницу по приглашению главврача главврач давал небольшую пресс-конференцию и рассказывал о работе больниц так вот я вам уже сказала что в больнице работает 1200 человек персонала и сейчас мы находимся в столовой для персонала здесь готовят еду для больных и здесь также персонал завтракает обедает и ужинает и вы можете увидеть что дают врачам и медслужащим на завтрак обед и на завтрак у нас конечно же свежие фрукты овощи яйца вареные оливки помидоры огурцы вот такие вот сигара бюре и как они называются ну и конечно же чай и вода также больным дают йогурт молоко айран здесь здесь есть фрукты и различные компоты и больным обычно еду привозят вот в таких вот коробках то есть сюда ставят чашку тарелку различные принадлежности и накрывают вот этой вот коробкой и таким образом отвозят это уже не завтрак это уже поехал ланч больница очень большая и сейчас мы идем в отдел для туристический отдел про него расскажу тоже чуть позже и узнаем с какими страховками больница работает того чтобы получить рандеву в государственной больнице вам нужно позвонить по номеру 182 друзья первую очередь информация для тех кто приезжает в турцию как турист я думаю что это большинство из вас обязательно оформляйте туристическую страховку туристическую страховку можно оформить в любом турагентстве таких офисов страховых компаний и даже в банках моя мама оформляет страховку alpha-страхование это страховая очень хорошо работала в частной больнице так вот обязательно оформляйте страховку и когда вы приезжаете в Турцию, вы можете обратиться в государственную клинику или в частную. Система, по которой работают государственные и частные клиники, совершенно разная. В частной клинике, когда у вас что-то произошло, вы приходите в больницу со своей страховкой, больница созванивается со страховой компанией, страховая перезванивает вам, уточняет ваш случай и в течение 20 минут объявляет о том, страховой у вас случай или нет, будет ли она покрывать или нет. Если нет, вы платите сами, если страховая покрывает, то страховая оплачивает и вы не платите ничего. Вы идете к врачу, делаете анализ, ну в общем, все, что вам необходимо. В государственной клинике система совершенно другая. Здесь вы, как турист, приходите в отдел для туристов, который находится на втором этаже государственной больницы, называется отдел интернациональных международных пациентов. Там вы должны лично позвонить в вашу страховую компанию. Далее, страховая компания в России созванивается со своим агентом в Турции. И уже больница работает с агентом в Турции, потому что государственные клиники в Турции имеют право работать только с компаниями, находящимися на территории Турции. Так вот, созванивается с этим агентством больницы, агентом больницы, и далее агент уже говорит о том, будет ли он покрывать ваш страховой случай, или это ли ваш случай страховым или нет. Поэтому, куда обращаться, вы решаете сами. Я надеюсь, что вам понятна система, когда вы приезжаете в Турцию как турист. Не забывайте, никогда не забывайте оформлять туристическую страховку. Никогда. Это очень важно. Лучше потратьте деньги, не жалейте их, но это действительно потом сохранит и ваше здоровье, и деньги, и так далее. Теперь, если вы проживаете в Турции как с видом на жительство, с видом на жительство вы, для того, чтобы оформить вид на жительство, вы обращаетесь в частную страховую компанию. И далее, после года на частной страховке вы можете получить государственную страховку. Обязательное условие – это один год. Государственная страховка сейчас стоит, в зависимости, конечно, от возраста, государственная страховка сейчас стоит около 500 лир в месяц, а частная страховка при оформлении вида на жительство, в зависимости от вашего возраста, от 250 лир и выше. Так вот, в чем разница частной и государственной страховки? Частная страховка, она мало что покрывает. Государственная страховая покрывает очень много. И на государственной страховке могут находиться все члены семьи, то есть муж, жена и дети. Но эта страховка дается после года проживания в Турции и владения частной страховкой. Так вот, с частной и с государственной страховкой вы также можете обращаться в государственные и в частные клиники. Но если при обращении в государственную клинику вам покрывается практически все, то в частной клинике, по-моему, ну, зависит от клиники, есть скидки. Поэтому, когда вы приезжаете в Турцию и получаете вид на жительство, имейте в виду, что вы можете сделать для начала частную страховку и государственную страховку. Для тех, кто имеет вид на жительство, обращение к врачу стоит 100 лир, по-моему, в государственной клинике. 50 лир в частной клинике оно стоит 100 лир, ну, тоже зависит от клиники. Поэтому самое главное, всегда имейте страховку, всегда-всегда оформляйте страховку. В Аланье есть государственная больница и, по-моему, 4 частных больницы. Поэтому, куда обращаться, вы решаете сами, сами для себя. Мы сейчас находимся на парковке. Как я уже сказала, внутри я не снимаю, потому что очень больных, и не всем это понравится. Ну, а государственная больница снаружи выглядит вот таким вот образом. Также, друзья, одно очень важное примечание по поводу языка. В государственной больнице Алании есть отдел для иностранных пациентов. Но этот отдел работает только с туристами. Если у вас есть вид на жительство, вы, конечно же, можете обратиться за помощью в переводе, когда идете к врачу, с турецкого на русский. Но этот отдел работает только с туристами. Поэтому, для тех, кто не знает турецкий язык, я в описании к этому видео оставлю ссылку, точнее, номер телефона Министерства здравоохранения, которое предоставляет услугу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, услугу по переводу, когда вы идете к врачу. Вы можете позвонить по этому телефону, и, находясь у врача, вам переведут с турецкого на русский и врачу с русского на турецкий. Обязательно запишите и запомните этот телефон. Это очень важный телефон. И это то, что касается государственной клиники. Государственная клиника не предоставляет услуги перевода тем, кто проживает в Турции с видом на жительство, если вы не турист. Только туристам. Частная же клиника предоставляет перевод и услуги перевода всем иностранцам, которые посещают клинику. Являетесь ли вы жителем с видом на жительство, либо просто туристом. Поэтому это очень важный факт. Имейте его в виду. И запишите себе телефон, который я оставлю, телефон Министерства здравоохранения Турции, который я оставлю в описании к этому видео. Еще раз вам покажу больницу. Здесь находится, вот в этом большом здании находятся палаты. Здесь также находится главврач и управление. А здесь находится поликлиника. В Турции, друзья, нет отдельно больниц и поликлиник. В Турции поликлиники находятся в том же здании, что и больницы. То есть с одной стороны больница, а с другой стороны расположены поликлиники. Доехать до больницы вы можете. Ну, конечно же, на такси, но до больницы идет автобус номер 2. Остановка находится прямо рядом с больницей. И около больницы расположено, вот по периметру расположено большое количество аптек и оптик. Вот с этой вот стороны, прямо у входа, на этой стороне и на противоположной стороне расположена остановка. Ну, и вот как раз автобус вы видите. Вот так вот полностью выглядит больничный комплекс на фотографии. И находится больница рядом с магазином метро. Вот вдалеке виднеется синее здание. Это магазин метро. Больница расположена в районе оба. И вот показываю вам магазин метро. Прямо около магазина метро находится эта больница. В частной клинике аланийские находятся одна около, практически около автовокзала. И другие клиники находятся в центральной части Алании. Дорогие друзья, мы уже с Айханом практически в центре. Сейчас будем фоткать для вас классные фотографии для инстаграма. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш инстаграм. Там очень много всего интересного каждый день. И я надеюсь, что это видео из больницы вам было полезным. Задавайте вопросы, пишите ваши комментарии. Будем отвечать на ваши вопросы, если они у вас есть. Всем всего хорошего. Пока-пока. Всем всего хорошего. Пока-пока.